Чтобы вы вдохновились, мне сегодня утром сказал, у тебя легкая рука, я да, я сегодня утром за час написал общую цену, все же страдают, поэтому я решил. У меня вот какой вопрос будет, все-таки он будет касаться Ольги Седоковой, насколько я понимаю, ведь изначальный импульс от нее исходит, да, и она вам дала адрес Рупника. Мне кажется, что она человек мистический, и в двух словах, я сегодня с ней тоже созванивался, в принципе, она сейчас, ну, болеет, выздоровеет ли она в 26-м, я не знаю, но так, в городе, лучше немножко. В чем ее мистика, я не знаю, ты с ней немножко знакомишь? Да, да. Мне показалось, что в ней есть для нашего времени, потому что у нас вообще время гротесковое, гротеск, ну, ты сам говоришь, вот герой нашего времени, антигерой нашего времени, а ее гротеск стоит. Дело в том, что я ее встретил в каком-то там, может быть, 70-м году, она была школьницей еще в этот момент, и она сказала фразу, это был вечер, такой поэтический вечер в одной из наших знакомых на квартире, Рыбников-переулок, и она сказала фразу, которая мне показалась для школьницы довольно крепкая. Ну, это называется одно из ранних таких школьных стихотворений, которые, неужели Марии только рамы скрипят, только рамы скрипят и трепещут, если это не сад, разреши мне назад, в глубину, где задуманы вещи. И вот эта форма отношения к жизни, которой она придерживается, это, мне кажется, дико интересно, потому что я все время наблюдаю идею почти детскую. Вот, скажем, в «Войне и мира» есть две такие маленькие героини, одна Наташа, вторая Сонечка. Они говорят о своем будущем, они влюблены, ей 13-14 лет, мимо проходит прекрасная Елен, которая уже много чего испытала, это вот эта первая жена, Пьер Безухой. И она вдруг чувствует, что она обжигается от детской комнаты, потому что у них сильный, страстный разговор, реальный, она в эту реальность попасть не может. И вот когда я смотрю вот этот вот пролог весь, мне он кажется интересен, потому что вот это разреши мне назад, в глубину, где задуманы вещи, потом входит в каждое стихотворение. И это, в принципе, вот эта иноверсия времени, которая у нее есть, она вот всю жизнь так и идет. И поэтому даже маленькая деталь, когда она говорит о Ватикане, там точно та же самая история. То есть вот эта вот формула, она везде как бы постоянно проникает. Мне показалось, что это интересно, потому что я смотрю сейчас, когда, в общем, мы находимся в каком-то странном таком вневременном пространстве, разговоры с ней очень многое дают. Она ничего не говорит, она не является пророком, не говорит, что делать, прочее, этого нет. Но она сейчас занимается странной вещью, она делает ласкалки для своей любимой кошки. То есть для нее теперь появляется сад, это Азаровка, в которой она летом, это ее родина. Ну, как вот Пушкин не знал, где кончаются границы империи российской, но он знал, что его родина – это царское село. Вот для нее эта родина – это ее дача, в которой она находится. Зимой она томится, как капуста за окном в 50-е годы в Авощике. Ну, так, Путин-то туда. Вот. Чего ты смеешься? Нет, хороший у вас, хороший литературный образ про капуста, овощик. Вот, значит, получилось, что эта тема, которая соткалась в воздухе, значит, я нахожусь у Трупника, он в каком-то смысле находится в этом центре Олете, и там такое полумемориальное здание. То есть, это центр Олете – трехэтажный типичный особняк римский, у которого сзади продолжается сад, очень солидный. Там была дама Олете, которая из Австрии, и ее последние секунды жизни были скрашены какими-то великими обещаниями загробной жизни, которые, значит, на ухо ей передал Падре Марку. И она, соответственно, ему завещала это все. То есть, вот он какой оказался. Ну, я просто рассказываю историю, тебе же интересно. Интересно. Ну, и он там сделал такой, в принципе, он занял и распрямился в той пазухе, которая называется между школой схоластники, он сам визуит, и Вторым Ватиканским собором, который потихонечку, значит, набирал силу, там, через четырех пап. Ну, несколько пап, да, Иоанн XXIII, там, и так далее. Вот, и он там, поскольку там главная тема была, как схоластики догнать цивилизацию. То есть, цивилизация в одну сторону, а схоластика, она все время на месте. И он эту нишу занял. То есть, он там, значит, расправил себя, получился профессор, который преподает в университете Ориентали и Григорианах. Он же одновременно художник, и он насвистывает веселые песенки. То есть, там целый каскад веселых приключений таких. Что такое веселые песенки? Ну, вот, когда он собирается давать какой-то определенный урок в университете, он говорит, Я хотел вам сегодня рассказать о Серго, как нашего знаменитого... Параджанова. Параджанова, да. Какие у него прообразы христианские в его фильме «Цвет граната», предположим. Или он говорит вот о чем. У меня сейчас есть одна интересная работа. Я хочу на основе Кандинского сделать новый стиль одежды для священников, которые служат. На основе Кандинского. Или есть какие идеи. Он показывает свою останковую работу. Он сначала чересчур мне доверился. Я такой цитичный человек. Он мне показывает картины. А картина, конечно, это не... Ну, там изображена, не знаю, как... Зайчиха с морковкой. И он говорит, вот, зайчиха с морковкой для него образ богородицы и младенцы. Ну, скажем. Вот. Ну, я, конечно, насколько можно помещаю ответ в некоторую ватную форму. Но не то, что... Я не могу брать совсем. Но так вот примять это я... То есть, как бы не обратил внимания, он сразу запомнил, очень обиделся на это. Ну, и дальше он выступает. Он человек такой многовалентный. Он выступает, говорит так. Мы начинаем сначала делать какие-то примеры. Первый пример, типа, моему Маша переслала, это такая... Как же ее назвать? Мозаика такая небольшая, которая была сделана из тбилисского праха. Тбилисский... То есть, не тбилисский, римский прах. Это собранный, просеянный песок, который на улице, потому что не было песка у меня под рукой. Какие-то остатки камней из самых вечных производств. Это то, что... Рядом с кладбищем бывают маленькие мастерские, которые делают памятники. У них появляются обрезки камней. И третье, за углом находилось то, что у нас называлось раньше констовары, где продавались в мешочках очень смешные, вот какие-то прямоугольнички фермобязации. Вот это я все собрал и сделал первую мозаику. О, она есть в картинке. Можно показать, как она выглядит. Но он приходит в какой-то восторг, потому что из праха, когда что-то делается, всегда радует. Хорошо. И он сказал, что есть у него какой-то приятель на севере Рима. Там в 60-е годы очень хорошо архитекторы обыграли некоторую такую гору. Это гора, не гора, но холм. На которой возник бетонный такой сад, одновременно церковь Сан-Т-Уго. Сан-Т-Уго. И, в общем, он сказал, что там можно было бы что-то сделать. Ну, вот я занялся в первую... Это был 96-й год. Я даже... Переход от 95-го в 96-го. Я там начинаю что-то делать. И это мы посмотрим, что. У меня тут есть эскизы для Сан-Т-Уго тоже. Так что мы увидим. И потом появляется вот эта хронология, когда там 23 марта он был на обеде у Папы Римского. И там был господин Шпидлик. Шпидлик – это освященник ученый, который занимался обработкой, ну, не знаю, каких-то древностей там славянских. Кто-то стучит. Это кто может быть? Или кажется? Да-да, я послушаю. Да, сейчас я открою. Да, сейчас я открою.